Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, в Новом Завете, в Евангелии, мы встречаем несколько раз слово «бодрствуйте». И в Евангелиях его употребляет сам Господь, когда говорит «Итак, бодрствуйте!». Это Евангелие от Матфея, и от Марка, и от Луки. «Бодрствуйте со мною! Бодрствуйте и молитесь! Говорю всем, бодрствуйте!». А еще к бодрствованию призывают и апостолы. И мы слышим и в посланиях апостола Петра и апостола Павла. «Бодрствуйте в молитвах! Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить!» «Бодрствуйте! Стойте в вере! Будьте мужественны!» И вот я посмотрел, как толкует это слово «древнее богослово» и обнаружил интереснейшую вещь. Оказывается, у этого слова есть свое особое, аскетическое значение. По писаниям отцов-подвижников, говорит Экумени, это греческий богослов X века, «бодренность есть напряжение деятельных сил». То есть что-то похожее на бдительность, а еще точнее на рассудительность. А раз так, то мы имеем дело с настоящим духовным упражнением. И вот на этом мне хотелось бы остановиться подробнее. Святитель Феофан Затворник сравнивает бодрствующего человека со стражем. «Бодрствующий смотрит во все стороны и сторожит, чтобы не напал нечаянно враг. Когда враг подходит и хочет сбить его, он стоит на своем месте, не поддаваясь». Это сравнение можно продолжить и поразмышлять вот как. Страж готовится к своей службе. Он вспоминает случаи из прошлого и анализирует их, предполагает совершенно непредвиденные ситуации, чтобы быть готовым и к ним. А еще не выходят у него из головы ошибки и просчеты его предшественников и коллег. И их он старается учесть и быть во всеоружии. А вот теперь скажите, а разве нам не надо быть на страже своего сердца? Разве жизненный опыт не подсказывает нам, что надо бодрствовать, иначе не избежишь досадных падений и ошибок? Конечно, надо. Только мы не знаем, как это правильно делать. А приемы и примеры есть простые и доступные. Их и предлагает тот же святитель Феофан. Первое. Всего нельзя предугадать, но многое можно предвидеть. Например, идя в какой-то дом, можно наперед представить, с кем там встретишься, о чем может быть речь, и потому предполагать, какая страсть, тщеславие, гнев или что иное даст о себе знать, и заранее готовиться к отпору. Пусть даже ничего такого не произойдет, но уже одно предположение будет держать душу в бдительной осторожности. А одно уже это много значит. Второе. Есть, однако, обстоятельства непредвиденные. Тогда хорошо намеренно упражняться в мысленной брани. Как бы моделировать, возможно, неожиданные ситуации, проверять себя. Хорошо, например, при спокойном состоянии души говорить себе. А что, если ты от чьих-то взглядов, разных мнений, у меня вдруг появится раздражение или даже гнев? Что я сделаю, чтобы укротить или как я буду прогонять шевельнувшиеся чувства зависти? И если таким образом все наши неправые чувства и сердечные движения поупражнять, то едва ли какая вспышка страсти сможет застать нас врасплох. И третий. Да, третий. Но есть и еще один важный момент. Умение признавать свои ошибки и недостатки и использовать каждый случай в жизни как урок мудрости. Причем нигде так себя не проверишь, как в случайных встречах с людьми. Тут сразу станет ясно, научился ли я хоть немного владеть собой или нет. И вот в сборнике забавных историй жизни святых подвижников есть один смешной и поучительный случай. Ава Филимон, глядя на весело играющих на деревенской площади мальчишек, вдруг обнаружил, что весьма недалеко продвинулся по пути духовного совершенства. Он спросил их, во что играете? Мы играем, кто больше соврет. Ох, сказал старец, в мое время не играли в такие игры. «Молодец, отче, ты выиграл!» – закричали хором ребята. Это ему-то, почтенному Аве, каково было слышать этот смех детей, какой над ним, стариком. Но у него уже был устойчивый стереотип из тех самых приемов, о которых говорит святой Феофан. И потому он расхокотался вместе с детьми и сказал сам себе, «Ай да сорванцы, ай да проучили старца!» И, получив урок, удалился. И вот, похоже, случай, только гораздо более серьезный и глубокомысленный, есть в житии преподобного Макария Египетского. Этот святой жил в IV веке н.э. Однажды, когда преподобный Макарий молился, к нему был голос, который говорил, «Макарий, ты еще не достиг такого совершенства в добродетельной жизни, как две женщины из ближайшего города». Преподобный взял свой позор и пошел в тот город. «Найдя там дом, где жили эти женщины, он постучался в дверь и, призвав к себе обеих, сказал, «Я желаю знать ваши добрые дела, о которых я прошу рассказать мне, ничего не скрывая». «Поверь нам, честны отчи», – отвечали женщины, «что мы еще прошлую ночь разделяли ложи со своими мужьями, какие же добродетели ты желаешь найти в нас». Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему образ своей жизни. Тогда женщины сказали, «Мы не были родственницами между собой прежде, но потом вышли замуж за двух родных братьев, и вот уже 15 лет мы живем все вместе в одном доме». За это время мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и никогда не ссорились между собой. Недавно мы решили оставить своих плотских супругов и удалиться в сон святых дев, служащих Богу. Но мы не можем упросить наших мужей, и потому заключили завет с Богом и между собой. Не произносить ни одного мирского слова до самой нашей смерти». Выслушав их рассказ, преподобный Макарий сказал, «Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но свободное намерение, принимая его как самое дело. И добровольному желанию всякого человека подает благодать Святого Духа, действующего в человеке и управляющего жизнью каждого желающего спастись». Вот давайте проверим и себя. Как бы мы повели себя в подобной ситуации? Подумаем и поразмышляем. Субтитры создавал DimaTorzok